Всем привет! В этом видео я бы хотел вам предложить идею о том, как преодолеть плата в рабочих весах, потому что немногие новички могут догадаться, что плата — это не генетический потолок, а всего лишь временное явление, которое говорит о том нам, что необходимо сменить режим тренировок. Что, видимо, тот режим, которого вы придерживались, он себя уже исчерпал по разным обстоятельствам. Абсолютно это может быть. Так вот, для начала я, наверное, скажу, как плата преодолеть точно невозможно, и как у меня ни разу в жизни не получалось. Это метод, который предложил когда-то Алексей Шредер. И мне даже 5 лет назад, 6 лет назад это показалось абсурдным. Потому что идея о том, что мы будем до бесконечности повторять работу с одним и тем же весом в попытках поднять новый вес через некоторое время, так вот, в этот момент времени, наверное, нужна супер какая-то сильная адаптационная система в организме, чтобы он, там, 3 или 4 недели, находясь на пиковых возможностях, дал нам возможность еще прибавить, там, 5 или 10 килограмм, или 2,5 хотя бы килограмма, чтобы мы могли перешагнуть на новый вес. Это абсолютно контринтуитивно и нелогично. Потому что если мы выполняли, скажем, 80 на 8, и мы пришли на какую-то тренировку, и мы снова выполнили только 80 на 8, и больше мы поднять не можем, мы чувствуем, что все, на этом наши веса встали, то в попытках делать это раз за разом мы скорее пробьем плата вниз, а не вверх. То есть мы начнем делать 80 на 6, 80 на 5 и так далее. В лучшем случае результат сохранится. Вот это то, что я наблюдал на себе на практике постоянно. И многие люди, которые пытались таким методом, постоянно тренируясь с одним и тем же весом, преодолеть эту границу, к сожалению, им ничего не удавалось. Они говорят об этом. И какие же методы на самом деле работают? Дело в том, что гораздо проще рассмотреть другие модели периодизации, при которых мы имеем возможность накопить потенциал и уже его реализовать. Так вот, человек не должен постоянно находиться на пике своих возможностей каждую неделю. Так могут делать только новички. Соответственно, чтобы преодолеть эта самая плата, которая у вас возникла, нужно элементарно хотя бы неделю отдохнуть или две недели отдохнуть. Потому что если вы две недели уже стоите на одном и том же весе и выполняете его в одном и том же количестве повторений, это говорит о том, что вы уже достаточно большому стрессу свой организм подвергли. Так вот, одну-две недели полного отдыха, и потом начинаем, например, по какой-то линейной схеме, но не с пика своих возможностей по линейной периодизации, не с того, на каком весе вы остановились, а сделать несколько шагов назад, как минимум на 3-4 недели отдалиться от тех весов, с которыми вы работали. И вот если вы работали 80 на 8, например, да, то вы можете начать с 50 килограмм, ну там, не знаю, 50 на 5, потом 60 на 5, 70 на 5, 80 на 5, и на следующей тренировке попытаться взять 85 килограмм. И вам, скорее всего, удастся это сделать. И вы выйдете на этот пик за 6 недель, если вы сделаете несколько шагов назад. Но так как у человека срабатывает страх упущенной выгоды, человек думает, что он потеряет время, если он сейчас вернется назад на несколько шагов. Ведь все остальные-то растут, может мне просто пожрать побольше или поспать побольше, и я дальше буду расти. И поэтому, находясь в плату, он может там топтаться несколько месяцев или даже год. То есть он будет ходить вокруг одного и того же веса примерно, не понимая, что нужно просто разгрузиться и плавно к этому подвестись. Выйти на очередной пик, потом снова разгрузиться и снова проделать все это заново по линейному циклу. Так вот, вот этот страх упущенной выгоды, он приводит к тому зачастую, что человек теряет даже больше. Это касается и азартных игр и всего остального. То есть если вы уже занимаетесь какой-то невыгодной деятельностью, то единственное, чем вы себе можете помочь, это прервать эту деятельность и попытаться сделать что-то другое. То есть вы уже деньги, которые вы на это потратили, вы не вернете. Точно так же и здесь. Вы уже не вернете себе эти результаты, которые вы хотите получить. Вы уже потратили на это 2 недели или 3 недели. Зачем вгонять организм дальше в перетренированность, если можно разгрузиться и заново начать? А я скажу вам зачем. Потому что все хотят очень быстро накачаться, очень быстро спрогрессировать, чтобы не думать особо, что можно живот постоянно просто прибавлять. И они начинают искать всякие лазейки, которые не решают главную проблему. То есть они могут придумать, что а давай-ка я сделаю больше подходов, а давай-ка я попытаюсь не 2,5 килограмма прибавить, а 1,25 килограмма или что-то типа того. Или не 5 килограмм, а 2,5. Но диапазон повторений еще меньше становится, а нагрузка на организм еще больше. И того человека это загоняет в некий долг перед организмом, перед восстановлением. И потом человек просто благополучно скатывается вниз. И поэтому попытки зацементироваться, забетонироваться и пробить плату своей головой приводят к тому, что плата пробивается не вверх, а вниз. То есть человек жал 80 на 8, он будет жать потом 80 на 6, уже спустя несколько месяцев. Естественно, я могу с вами поделиться своим мнением, почему это именно так работает. Дело в том, что на пике наш организм, после того, как мы прошли период новичкового роста, уже не может находиться постоянно. И он готов выходить на пик раз в 4 недели какое-то время, потом раз в 6 недель, раз в 8 и так далее. И мы должны цикл своих тренировок планировать таким образом, чтобы быть на новом пике своих возможностей примерно процентов 20 от всей продолжительности цикла и не более. А потом мы снова должны возвращаться на меньшие рабочие веса. Это касается и линейных схем, и волнообразных схем, и всего остального. Кстати, про линейную схему периодизации я снял отдельный мануал, который я сейчас загрузил на Boosty. Там 40 минут подробной информации, плюс схемы готовые, которые вы можете применить к любому упражнению. В принципе, они хорошо перекладываются и на жим штанги лежа, и на становую, и на все остальное. Если у вас есть цель пробить свою плату, вы можете воспользоваться данным мануалом, полностью поймете, как, в принципе, это делается. Как составляются линейные схемы, нормальные достаточно, чтобы можно было на них прогрессировать. Я имею в виду линейную периодизацию. Вот, поэтому переходите, ознакомливайтесь, изучайте. Одна из причин, по которой находиться на пике постоянно не имеет смысла с точки зрения силовых, заключается в том, что мы хорошо накапливаем силу только в условиях, когда мы находимся вдали от отказа, от отказного тренинга. Единственное условие, или, ладно, два есть условия, при которых отказной тренинг приводит к росту силы, это когда мы имеем дело в основном с новичками, когда новички выполняют подходы с маленьким рабочим весом, то есть тогда подход в отказ, он гораздо продуктивнее, чем поработать с запасом, потому что при таком режиме сила растет очень плохо. И еще одна ситуация, это когда мы делаем очень мало рабочих подходов, вот тогда один подход в отказ, это лучше, чем не делать ничего, например, или сделать подход один, подход с запасом. Поймите, да, то есть когда мы имеем дело с неоптимальным объемом нагрузок, с крайне низким, то один подход в отказ, он действительно нас выручает. Но если мы говорим про силовые тренировки, то подавляющее большинство пауэрлифтеров накапливают силу в другом режиме, они делают несколько подходов, но при этом не доходят до отказа. При тренировках на силу вы должны быть относительно свежим, то есть у вас постоянно должно аккумулироваться количество энергии в организме, да, то есть вы не должны себя загонять в яму. А тренировки большинства, ну, таких бодибилдерских схем предполагают, что ты тренируешься на пике каждую неделю. Поэтому роста силы зачастую не происходит, или он не происходит так выраженно. А впоследствии просто сводится на нет, если вы занимаетесь натурально и не подключаете фармакологию, которая могла бы пробить ваши рабочие веса. Так вот, для того, чтобы растить силу, на самом деле большинству людей нужно не в отказ тренироваться, а тренироваться с достаточно большим запасом. Причем начинать со среднего уровня интенсивности процентов от 50 повторного максимума. В одном из метаанализов, кстати, который я недавно обозревал, как раз черным по белому прописано, что сила прекрасно растет, если мы работаем в достаточно широком диапазоне от повторений до отказа. То есть это означает, что если для того, чтобы максимизировать гипертрофию, нам надо приближаться к отказу, или там делать за одно-два повторения до отказа, то в случае, если мы хотим максимизировать силу, мы можем работать, допустим, с 80% максимумом, который мы могли бы, скажем, выполнить на 8 повторений, мы можем с ним делать только 4 повторения, и этого уже будет достаточно для того, чтобы стимулировать рост силы. И более того, новички почему-то думают, что прибегая к силовому тренингу, необходимо тот вес, который вы могли брать на 8 повторений, например, 80 на 8 вы делали, да? Вот необходимо теперь делать 90 на 3, или 85 на 5. Но на самом деле, как раз тот вес, который вы могли делать на 8, сейчас для вас тяжелая тренировка – это 84 подхода по 4. То есть фактически тренировка на силу, она в несколько раз должна быть легче, чем тренировка, которую вы использовали для гипертрофии. Обратите свое внимание, как выглядит тренировочный цикл Энди Болтона для выхода на рекорд становой тяги – 457 килограмм. Посмотрите, как просто проходят тренировки. Последние 10 недель до соревнований. Он начинает с веса, который соответствует 50% его текущего повторного максимума. Примерно, да? И постепенно он доходит до максимума. То есть он тратит огромное количество недель просто для того, чтобы взять этот разгон. И разгон он берет с 50% повторного максимума, а не с 80%, не с 90% он начинает. Поймите, да, что рост силы и накопление потенциала силового, оно происходит гораздо раньше, чем происходит приближение к вот этой зоне в 80% повторного максимума. И многие люди спрашивают, а зачем делать легкие и средние тренировки? Ведь сила растет от 80% повторного максимума. Это вопрос из серии, зачем ты нажимаешь на педаль сцепления, если есть педаль газа, из-за которой машина едет? Так нажимай всегда на газ сразу. Ты что, дурак? Зачем нажимать на сцепление? Неужели так сложно догадаться, что одно без другого не работает? Причем абсолютно не работает. То есть тренинг в режиме 80% ПМ не будет работать в условиях отсутствия нагрузок средней интенсивности. Или будет работать только короткий промежуток времени. Ну, скажем так, действительно, для того, чтобы максимизировать свою способность поднимать вес на одно повторение, необходимо двигаться за 80% ПМ и более. Но никто не говорит о том, что чтобы выйти на новый какой-то результат, действительно, тебе нужно достаточно много времени провести на маленьких весах, которые ты легко можешь поднимать. И при том ты их поднимать должен в легком диапазоне. То есть в том, который ты можешь достаточно четко исполнять. с огромным запасом до отказа, с огромнейшим просто, да, представьте, если это вес, который соответствует 50% повторного максимума, то с ним он бы мог делать ну 20 плюс повторений точно. Но он выполняет его на 5 повторений. В чем же секрет? И почему это так работает? Почему не нужно брать огромные веса? Подробно о том, как строится и составляется такая схема циклирования, я рассказываю в моем мануале на Boosty. Вы можете перейти и ознакомиться. Также на моем канале Boosty есть как минимум 6 периодизированных программ тренировок, в которых реализованы принципы волнообразной периодизации. Все они предполагают, что определенную, достаточно большую часть времени вы работаете в зоне не высокой, а средней интенсивности, и при этом с большим запасом до отказа. И именно это максимизирует силу. В диапазоне повторений, который менее 6. Кстати, вот этот файлик про выход на 457 кг становой тяги я выложу в свой телеграм-канал. Там можете взять, почитать. Достаточно интересно все разобрано, разложено, как проводились тренировки. И можете там поделиться своим мнением по вопросам силового тренинга. Там сейчас обсуждения активно всякие идут. Привлек туда достаточно большое количество людей, в том числе спортсменов, с существенными силовыми показателями. И они делятся своим мнением. Поэтому заходите. В телеграм-канале достаточно активная аудитория. Там можно много всего интересного для себя уяснить. Все. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok